привет друзья сегодня будем готовить медовой торт пирог с необычным ароматным заварным кремом этот вкусный и простой пирог будем готовить на сковороде он получается лучше чем духовке оставайтесь со мной вместе с вами будем готовить для начала готовим вкусный и ароматный заварной крем нам нужно 1 яйцо 100 граммов сахара 1 столовая ложка муки 1 столовая ложка крахмала у меня кукурузная если нету под рукой можно взять вот муку еще возьмите 2 столовые ложки сразу все это масса пока хорошо перемешиваем нам нужно 350 миллилитров молока я сначала чуть-чуть добавляю перемешиваю чтобы масса стала однородная масса стала однородная добавляю остальное молоко я уже сказала 350 миллилитров друзья молоко у меня холодная я достала из холодильника и сразу сделаю включаю плиту буду варить на маленьком огне умещаю огонь буду варить на маленьком огне друзья и постоянно буду перемешивать пока не загустеет как вы заметили я ванильный сахар не добавила буду добавлять чуть попозже другой ингредиент для аромата покажу чуть попозже пусть варится крем крем варила после кипения буквально две минутки уже загустел добавляем 50 граммов сливочное масло и для аромата добавляем корицу пол чайную ложку очень вкусно получается заварной крем с корицей все это перемешиваю сейчас масло растает и выключаю плиту у меня крем готов крем переливаю в тарелку и даю полностью остыть сейчас отправляю на балкон пусть остынет там у меня прохладно а я покажу что буду делать дальше пока у нас крем остывает готовим тесто здесь у меня две столовые ложки меда хороших вот полных столовых ложки я взяла добавляем 150 граммов сливочное масло и на маленьком огне будем это все растопить мед с маслом растопила добавляем сюда две столовые ложки соды ой извините столовый две чайные ложки и все это хорошо перемешиваем масса должна быть вот такой друзья карамельный цвет я вам покажу вот так быстренько перемешивая смотрите друзья уже начинает менять цвет масса видите еще буквально одну минутку буду выключать плиту так быстренько перемешиваю постоянно смотрите какой красивый желтый цвет уже сейчас еще чуточку будет карамельный цвет все друзья смотрите какой красивый цвет очень вкусно пахнет мед уже выключаю плиту пусть чуть-чуть остынет а я покажу что буду делать дальше посмотрите цвет какой красивый уже и очень вкусно пахнет вот так даже набит масса и включаю плиту мед пока чуть-чуть остывает продолжаем готовить тесто нам нужно 3 яйца добавляем 150 граммов сахара все это хорошо взбиваем чтобы масса стала чуть-чуть воздушная я буду взбивать миксером также можно венчиком смотрите друзья масса стала чуть-чуть воздушная достаточно теперь сюда добавляем наши медовую массу так пахнет вкусно отправляем сюда и продолжаем взбивать взбивала буквально одну минутку добавляем молоко здесь у меня 80 миллилитров вот маленькая кофейная чашка опять буквально минутку даже меньше просто так перемешиваем добавляем муку и замешиваем тесто у меня 200 граммов муки друзья два подхода я буду добавлять и взбивать тесто у меня уже готово сейчас покажу как должна быть друзья смотрите густоту тесто у меня ушло 200 граммов муки а может у кого-то будет 220 потому что яйца разные бывают большие маленькие у меня были маленькие вот посмотрите так должна быть тесто покажу что буду делать дальше сковороду ставим на маленький огонь я постелила пергаментную бумагу и ни с чем не смазала диаметр сковороды 26 сантиметров половину теста отправляем сковороду даже чуть побольше я буду добавлять сковороду надо чуть-чуть сверху чтобы закрывать крема в середине добавляем заварной крем с корицей посмотрите друзья покажу крем остыл какой густой у меня и очень ароматный видите какой густой так должна быть крем у меня ушел без крем еще чуть-чуть вот так придавливаем крем в тесто теперь сверху закрываем оставшим тестом теперь сверху закрываем большой кусочек пергаментной бумагой так очень хорошо друзья крышка закрывается очень плотно эффект как духовке и хорошо запекается закрываем крышку плотно и будем готовить где-то 35-40 минут я вам показала очень маленьком огне когда буду переворачивать все я вам покажу по запаху я чувствую что пирог уже готов надо переворачивать смотрите друзья как хорошо влага все накопилось под крышкой проверяем посмотрите какая пухленькая хорошо поднялось по краям видно что пирог надо переворачивать друзья смотрите хочу поднимать показать свет уже чуть чуть темнее и хорошо держит форму сейчас буду переворачивать выкладываем тарелочку и переворачиваем мамочка какой красивый цвет получился да друзья посмотрите какая красота очень вкусно пахнет у меня вот ароматом меда теперь опять назад сковороду посмотрите какой красивый румяний торт пирог получается медовой закрываем крышку еще будем готовить где-то 10-15 минут друзья всегда определите когда будете переворачивать пирог по краям я каждый раз повторяю потому что у всех разные духовки и сковороды разные посмотрите края чуть-чуть поднимайте если зарумянилось значит надо переворачивать закрываем крышку ну под крышкой я буду сушить влагу теперь сушила влагу закрываем еще буквально 10-15 минут мой торт пирог уже готов выключаю плиту и достаю посмотрите какая красота друзья сейчас я ставлю на решетку пусть остынет а потом нарежу и покажу как выглядит внутри видите какой простой быстрый и легкий рецепт сегодня готовили вместе с вами пирог уже остыл сейчас будем пробовать он такой мягкий друзья очень нежне какой аромасты это точно не довольна сына посмотрите друзья как выглядит очень мягкий нежней воздушный торт пирог получается медовой видите внутри икре и крем очень вкусный аромат не попробуем давай попробуем посмотрите друзья очень мягкий очень нежне посмотрите сколько крема а тесто какая вкусная попробуй сынок ух ты настолько нежная что даже рукой не могу взять да 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 очень нежный торт пирог получается как пух друзья просто валяется во рту торт это точно а какой вкусный крем получился он прям идеально сочетается вместе с торт это невероятно вкусно друзья обязательно попробуйте прям настоящий медовик внутри крема можно сказать и пирог и торт посмотрите самое главное сделано на сковороде на сковороде да без раскатки теста это очень просто друзья очень быстро без заморочек смотрите это безумно вкусно друзья можно подавать к любому праздничному столу сейчас еще кусочек поближе покажу какой мягкий него прям хочется еще да 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 ну это точно смотрите друзья видите какой мягкий тесто невероятно вкусно чудо одним словом готовьте попробуйте поделитесь с друзьями вместе с ними готовьте спасибо за лайки за подписки и добрые комментарии всем пока пока до новых вкусных рецептов всем пока